всем привет сегодня с вами говорим про периодическое голодание и мой личный опыт вы на канале 30 плюс я медицинский психолог и нутрициолог если есть вопросы пишите под видео я расскажу про свой опыт и как я это делала и делали как это получалось напоминаю периодическое голодание можно не всем но я расскажу некоторые лайфхаки и как вы можете себе помочь рассмотрим кратко принципы интервального голодания тренировку рекомендуют выполнять непосредственно перед началом пищевого окна либо в середине чтобы у вас остался еще хотя бы прием пищи после нее то есть это важно другой момент в рамках пищевого окна вы можете придерживаться среди своего привычного бжу в периоды голода допускаются любые напитки чай кофе вода безусловно чтобы похудеть на периодическом голодании нужно оказываться в дефиците калорий они с какой-то целью другой интервальное голодание плюсы для здоровья это аутофагия которая вычищает различные болезненные клетки из вашего организма в первую очередь огромное внимание диета заслужила эксперименту на крысах причем другой момент периодическое голодание снижает окислительный стресс который является одним из моментов старения и периодическое голодание значительно улучшает чувствительность к инсулину у кого есть проблема экспрессия генов защита от сердечно-сосудистых заболеваний защита от рака здоровье головного мозга голодание увеличивает гормон bdnf который может способствовать росту новых нейронов и также может защитить от альцгеймера соответственно когда лучше всего тренироваться тренироваться лучше всего непосредственно перед началом пищевого окна и будут ли силы на тренировки натощак ваши запасы гликогена будут еще полны с прошлого дня когда вы ели в пищевое окно а еда в желудке все равно не дала бы вам много энергии ведь ей еще нужно время на переваривание и на усвоение другой момент замедляется ли метаболизм обмен веществ на самом деле периодическое голодание наоборот поднимает обмен веществ но это справедливо только если вы придерживаете схем 16 на 8 18 на 6 или одну двух дней голода на это минимум другой момент я абсолютно считаю не нужно периодическим заниматься голоданием люди которые имеют хронические заболевания то есть там проблемы с надпочечниками проблему с щитовидной железой проблему с в общем желчным это можно делать только если вы поддерживаете все системы смысл периодического голодания представляет собой особую методику и другой момент многие не знают что нужны электролиты что нужны минералы витамины антиоксиданты то есть куча всего но я напоминаю что наше тело может брать брать энергию откуда угодно я имею ввиду все что мы заряжаем то мы получаем другой момент я считаю что периодическое голодание нельзя использовать для людей у которых проблемы с психикой у которых есть стрессовые нагрузки и многие делают ошибки перепивают воду чай и кофе настолько себя изводят электролитным дисбалансом что потом получают нарушение психики то есть это настолько настолько бывает дает проблемы поэтому я считаю что это надо делать очень индивидуально и каждый процесс который происходит в организме когда человек голодает имеет одну цель и восстановить здоровье гормоны и клетки они как там что-то другие пишут соответственно множество людей периодически голодают когда хотят похудеть но это не неверный способ для похудения другой момент это потребление калорий плюс ко всему согласно некоторым свидетельствам периодическое голодание положительно влияет на вообще жизнь на альцгеймер на рак на диабет на заболевание в общем а все это реально работает что хочу сказать про себя я периодически голодала и точнее не голодала я ела всего два раза в день и это не очень ни разу не голодание просто у меня вот было так что я просыпалась ела потом у меня консультации консультации и вечером я ела ну то есть вот так но у меня как я сказала была куча проблем потом потому что я не знала что у меня там жильбер что у меня одно другое третье пятое в общем я перестала так питаться но когда я чувствую что у меня плохое самочувствие состояние долго чего-то истощена я опять могу вернуться к этому способу и почувствовать себя лучше это правда помогает ребята потому что ну только надо подготовиться морально и хотят сказать и материально но это же верно потому что бывает нужно помогать там еще и нутриентами нейродегеративные заболевания они могут возникать и это профилактика крутая метаболического синдрома соответственно замедление процессов старения улучшение этой митохондриальной функции это все работает пишите с радостью вам отвечу